Девушки отдыхают Я считаю, что сам водитель не может понять, как получилось так, что несчастья посыпались на него одно за другим Откуда здесь пчелы-то, еб***ь? Весь день провести в сломанной машине на жаре с закрытыми окнами в окружении пчелиного роя Как мне за подкрылком выйти? Как мне его, б***ь, взять-то, еб***ь? Но даже когда ему удается выбраться наружу, тут же случается новая беда Скоро стемнеет Я, б***ь Где-то около разреза И у меня опять что-то сломалось Это п***ь Отлетевший под крылок Отказ двигателя Неприятности подстерегают этого горе-водителя буквально на каждом километре Не пройдет и пары дней Как герой съемки на отремонтированной машине снова попадет в беду Мотор мистическим образом глохнет возле придорожного кладбища Это единственное место, где бы я не хотел остаться на ночь Сейчас темнеет через полтора часа Оставив машину, молодой человек отправляется за помощью А вернувшись, обнаруживает новую напасть Подумаешь Колесики кто-то порезал Что ж такого-то Что ж такого-то, б***ь Но почему подобное происходит? Почему одних считают баловнями судьбы, а других хроническими неудачниками? Смотрите далее Что такое черная полоса? Случайное совпадение с течением обстоятельств или результат собственной глупости? Неудача и удача – это та программа, которую вас закладывают пред А может быть это карма или злой рок? Карму вообще невозможно поменять Ты ее априори отрабатываешь в этой жизни И что делать тем, кому на роду написано Испытать все 33 несчастья? Души, б***ь, РПГ, б***ь, в рот Существует ли формула неудач? Конфузы звезд, политиков и бизнесменов И самые досадные промахи обычных людей Как одна фраза или фотография ставит крест на многолетней карьере? Кто они? Хронические лузеры И почему они постоянно оказываются не в то время и не в том месте? Смотрите прямо сейчас Такие знакомые есть у каждого из нас Те, кто вечно ведет себя как слон в посудной лавке Этот молодой человек в архиве хотел достать с полки всего один документ Равно как и этот электропогрузчик Он крайне неудачно подъехал к многоуровневым стеллажам И что из этого вышло? Результат всегда один Этот охранник на велосипеде отвлекся и не заметил собаку А вот сноубордист угодил под колеса автомобиля по той же причине На этом видео шальная пуля настигла самого хозяина ружья нелепейшим образом Кто они такие? Те, кто все время попадает в неприятные истории И что с ними не так? Неудачниками рождаются или становятся? Этот покупатель пришел в магазин бытовой техники И одним движением разбил сразу четыре огромных телевизора Ущерб несколько тысяч долларов Нарочно не придумаешь Мужчина пытался обойти огромную лужу Но что-то пошло не так Как и у этого экспериментатора Молодой человек надумал прыгать на лопате через кирпич Странная затея мгновенно обернулась травмой Зачем этот парашютист, выпрыгнув из самолета Отцепил парашют вместо того, чтобы раскрыть его? Чего только не происходит с хроническими неудачниками Возмездие накрыло магазинного вора, что называется, не отходя от кассы Смотрите далее Удар молнии, ураган, ядерная атака Что пережили в своей жизни пять главных неудачников планеты? Когда из двух зол человек выбирает оба? Можно ли уберечься от неудач и как их просчитать? Баланс вообще в жизни это самое главное, что должно быть у человека Если у человека нет баланса, то человек что безбалансный? Почему они происходят с нами? Два Три А вдруг это заразно? Неудачей можно заразиться так же, как насморком По закону подлости Почему одни выходят сухими из воды, а другим достается по полной? Остров невезения Как одна нелепая выходка меняет карьеру и даже судьбу? Существуют ли люди, обреченные стать хроническими неудачниками? Если это болезнь, то как от нее излечиться? А тех, кому не везет, как с этим жить и как выйти из порочного круга? Смотрите прямо сейчас Челябинск Челябинск, поздняя ночь Двое грабителей взламывают передвижной продуктовый киоск Но тут срабатывает сигнализация Сообщники не опускают руки и действуют по заранее продуманному сценарию Под оглушающий бой сирены они пытаются успеть как можно больше ящиков с пивом перетащить к машине Неожиданно один из компаньонов спотыкается и разбивает в дребезги весь алкоголь Пиво течет рекой, но грабители не унывают Еще один ящик остался целым И только прибежавший на звук сигнализации хозяин киоска Заставляет преступников убраться поскорее, оставив на тротуаре украденное пиво Правда ненадолго, это невероятно Дальнейшие события развиваются в духе уморительных комедий Гайдая Сообщники возвращаются ровно через 15 минут Этим вечером они твердо решают выпить за чужой счет и снова проникают в ларек Вот молодой человек заново начинает таскать пиво в машину И снова провал Следите за событиями Вот велосипедист пересекает путь компаньонам Но он уже почти проехал Но мужчина с пивом умудряется зацепиться за колесо и снова упасть Как такое возможно? На шум и звон стекла вновь прибегает хозяин продуктовой лавки И на этот раз он успевает записать номер машины преступников Теперь проблем с полицией им не избежать А эти мужчины решили сэкономить на электропогрузчике И самостоятельно разобрать фургон Они уже почти вытащили ярусы с пивом Подтянули весь массив к краю Вроде даже переглянулись Стоит ли продолжать? Но все-таки решили рискнуть Что это? Неприятный инцидент? Случайность? Или типичная человеческая глупость? Доминиканская республика Парни на байке, угрожая ножом Собираются обчистить карманы двух подростков Стоящих на дороге Но есть одна неувязка Те сами оказались грабителями Достав пистолет, парень в темной футболке Завирает у нападавшего сразу все И нож, и кепку, и кошелек Запрыгивает с приятелем на мотоцикл И скрывается в неизвестном направлении Агрессивные люди Они притягивать будут неудачу Потому что изначально Это пагубное воздействие На духовную сущность человека На его развитие Фатальную неудачу юного гангстера из Бразилии Запечатлела камера на мотоциклетном шлеме жертвы Вот преступник, угрожая пистолетом Отбирает у пострадавшего сначала сам байк Потом и ключи от него Парень явно чувствует себя победителем И довольный собирается покинуть место происшествия Но тут в ситуацию вмешивается страж порядка Два точных выстрела меняют ход истории Удача покинула бравого хулигана Погибают те Кто совершал количество нелепых поступков В своей жизни Они как бы набирают критическую массу То есть он совершая однотипные поступки Все время увеличивал этот эффект И в какой-то момент наступил предел Этот мужчина с булыжником в руках Задумал угнать белый Мерседес Припаркованный недалеко от местного паба В ирландском Дроиде Настрой у него весьма агрессивный Вот он подходит к чужой машине И пытается разбить стекло Один бросок Второй Окно не поддается Но и парень не так уж и прост Еще бросок И бинго Но что происходит в этот момент? Кирпич рикошетом отлетает в голову Самому злоумышленнику Он никак не ожидал подобного исхода А это Шанхай Двое хулиганов собираются разбить Витрину магазина в надежде поживиться Сначала один кидает в нее камень Затем другой Вот этот бросок Посмотрим в замедленном режиме Булыжник летит прямо в голову напарнику Парень падает как подкошенный Полиция Шанхая в назидание Даже опубликовала это видео в сети Уточнив Если все преступники будут такими же лузерами То стражи порядка останутся без работы Этого злоумышленника тоже не смущает ни время Разгар рабочего дня Ни забор Ни даже собака во дворе Он с помощью лома приподнимает ворота И в этот момент они обрушиваются Аккуратно на него самого Теперь металлический пруд Ему нужен в качестве костыля Чтобы побыстрее убраться со двора Что это? Случайность или закономерность? Это немыслимо Как только человек задумывает совершить преступление Ему как будто кто-то ставит подножку А это съемка камеры наблюдения возле банкомата Карманник вертится возле жертвы Пока мужчина пытается починить свой мотоцикл Тот незаметно вытаскивает у него бумажник Но замечает камеру Вор мгновенно решает покаяться Ведь это Индия, где за кражу можно серьезно поплатиться Неудачники повсюду Я Сергей Полонский Президент компании Мирахзгруп Это Сергей Полонский Человек-скандал Владелец компании Построивший самый высокий небоскреб в Европе Башню Федерации на территории Москва-Сити Девелопер элитных жилых комплексов В столице и Санкт-Петербурге Некогда миллиардер Один из самых богатых бизнесменов России И уж точно самый эксцентричный Баланс вообще в жизни Это самое главное, что должно быть у человека Если у человека нет баланса То человек что? Безбалансный Вот как раз сохранить баланс Сергею Юрьевичу и не удалось Он по-прежнему провокатор Но давно не миллиардер Вот и настал момент Когда приходится продавать все Продаем кресла Продаем компьютеры Все, что... Любой каприз Все, что вы хотите Это кадры заседания совета директоров На котором Полонскому не понравилось Что один из участников разговаривает по телефону Вот так Полонский Выполнил обещание Съесть свой галстук В случае, если ошибется С прогнозами динамики цен на недвижимость Дайте води Воды, 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 конечно Воды, 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 воды Деликатность, вежливость и такт Это не про Сергея Юрьевича Вот так он собственной персоной Руководил работой строителей А ты реальный дебил Понимаешь? Эпатажный бизнесмен Притянул к себе Все возможные неприятности А после этой фразы Ставшей поистине легендарной Дела пошли совсем плохо Уже на протяжении полутора лет Моя фамилия идет через черточку С фразой Те, у кого нет миллиарда Могут идти куда-то там Сначала его компания Не смогла выполнить Взятые на себя обязательства Перед дольщиками комплекса Кутузовская миля Было бы неплохо решить проблему Обманутых дольщиков Для людей это часто были Последние деньги Они брали кредиты Смотрите на вас Я готов вас раздавать просто Что вы нам по ушам Весите? Верните бабки! Собственники уверены Полонский присвоил их деньги Сергей Юрьевич пытался Отстаивать личные интересы Как мог, но увы Вот эти мусора! Мусора! Хуйка! Потом было уголовное дело О мошенничестве И бегство из России в Камбоджу Где Полонский создал себе Все условия Поселился на собственном острове Кинг-кон Так, сейчас они нам устроятся Смотри, не заходят с разных сторон Нет! Пока в Москве продолжалось Расследование уголовного дела О хищении средств дольщиков В особо крупных размерах Сергей Юрьевич Выкладывал в интернет Кадры сладкой жизни На другом конце света Москва, привет! Но тучи сгущались Над головой Полонского И в этом тропическом раю В конце 2012 года Во время прогулки на яхте Опальный бизнесмен Выбросил за борт Капитана и матросов Человеку скучно Вот он развлекается В тот же день Его отправили в местную тюрьму Правда, через несколько месяцев Отпустили под залог Но уже в мае 2015 Снова задержали На этот раз За нарушение миграционного законодательства На тот момент У бизнесмена Истек срок визы И первым же рейсом Полонский вернулся на родину Дома его уже ждали Прямо с трапа самолета В шортах и шлепанцах Он отправился В следственный изолятор Матросская тишина Лишившийся империи Полонский Потерял еще и свободу В российской тюрьме Дожидаясь суда Сергей провел Около двух лет Виновным его признали Но в связи с истечением Срока давности По уголовному делу Освободили На будущее у меня планы Перевернуть мир Как бывший миллиардер Собирается осуществить Свою мечту Не ясно Ведь репутация Подмочена Да и денег у него Уже нет Приходится довольствоваться Малым Проводить некие тренинги Личностного и финансового Роста Неужели на них Он делится Личным опытом У вас есть работа Над ошибками Где-то То есть вы так знаете А, Б Если А, да Если Б, да Значит должно быть С Ну, по идее, да То есть у вас такая По логике, да Ну, по логике, да Нет Наличие А и наличие Б Не гарантирует наличие С Видимо, что-то у него произошло И, скорее всего, Основные проблемы у него Даже, наверное, Медицинского характера Вы знаете, после того, Как он сына Назвал Мирексом А потом компания обанкротилась Ну, понимаете, как ребенку С таким именем жить Кого и почему Экс-миллиардер Может обучить Вопрос открытый Но, судя по этому видео Снятому самим Полонским В дорожной пробке У него большие способности К педагогике Пепел стряхиваете Больше не будете это делать Ну, под старик Ну, правда Ну, это, представляешь Как это выглядит Ну, вот гости увидят Ну, это Ну, спасибо, что услышал Всего хорошего дня Но почему даже Предприимчивые И целеустремленные люди Терпят фиаско Когда у человека У которого внутри ничего нет Нет особого ума Нет понимания Для чего он в этой жизни Для чего он В этой вселенной существует Да, какая у него миссия Чем он может помочь миру А думать только о деньгах Ну, как только эти деньги исчезают Люди видят, что король-то голый Наталья Ковалева Специалист по коррекции судьбы Убеждена В каждом человеке Заложен свой код удачи Неудача и удача Это то, что нам дает наш род С энергетической точки зрения То есть это та программа Которую вас закладывают предки Когда человек рождается Он уже имеет определенный код Удачи и неудачи Психологи уверены Умение держать удар Подняться после неудачи И начать жить заново Именно то, что отличает Успешных людей от аутсайдеров Неудачник, он наоборот Купит все негативные Какие-то вещи, процессы Случилась какая-то неудача Вместо того, чтобы быстро подумать Что делать дальше Он начинает думать о причинах А за что мне? А почему? А чем я хуже других? У меня никогда ничего не получается То есть он быстро переходит На самообвинение Он застревает в этом И вот его ошибки Начинают в его деятельности Нарастать, как снежный ком Он их сам тиражирует Увеличивает это количество Крокодил не ловится Не растет кокос С любовницей нет сладу Любители крутить романы на стороне Самая невезучая публика Не в то время и не в том месте Как, например, эти двое за дверью Ура! Или вот еще один горе-любовник Он много бы отдал Чтобы никто и никогда Не увидел эти кадры В одних трусах под воплей зевак Он сбегает от разгневанного мужа По балконам и связанным простыням Чтобы унести ноги От разгневанного мужа Ему пришлось прибегнуть К помощи пожарных Человек в жизни должен жить по совести Если он делает какие-то неблагоприятные поступки Которые отражаются на энергетике других людей На их жизни Естественно, этот негатив от других людей У него накапливается И рано или поздно Какой бы фартовый в самом начале он не был Какую бы генетику ему не передал его род В любом случае его будет ждать крах Смотрите далее Попасть в просаг и стать знаменитым? Легко Достаточно прийти на шоу в облегающем платье Дурная голова рукам покоя не дает Самые неудачные эксперименты Два, три Две ядерные бомбардировки Семь ударов молний И бесконечные ураганы Что еще испытали эти пятеро Чтобы попасть в рейтинг Самых невезучих людей в мире Так я думал, блин Полный провал И как из него выбраться? СМЕХ Не вешать нос Почему одним везет, а другим нет? Хорошо, если карма настигает сразу Потому что гораздо хуже, когда наказание приходится на тех, кого ты любишь Почему среди нас есть люди, обреченные быть вечными неудачниками? Можно ли задобрить судьбу? Как застраховать себя от неприятностей раз и навсегда? Смотрите прямо сейчас Самый невезучий водитель в мире живет в Санкт-Петербурге А как иначе назвать этого человека за рулем рейсового автобуса? Судя по кадрам с видеорегистратора В прошлой жизни он явно перед кем-то сильно провинился И теперь расплачивается за свои прегрешения Его подрезают чуть ли не на каждом повороте То автобусы, то легковушки Иногда обходится без столкновений Но чаще всего избежать аварий не удается И ладно, если бы только автолюбители вели себя неадекватно по отношению к нему Но даже коллеги-водители общественного транспорта Словно специально направляют свои машины ему под колеса Нашел себя на бампер приключений и водитель другого авто Он умудрился загнать машину в яму диаметром ровно с его автомобиль Крым, Тарханкут Каждый день на этом популярном у местных жителей и туристов берегу Останавливается множество машин Почему именно хозяину этой легковушки так не повезло? Невезучие! Почему с ними вечно что-то происходит? Это результат собственной неосторожности или глупости? Молодой человек явно не отдает отчет своим действиям Или наоборот, прекрасно знает, какой эффект он получит в результате идиотского эксперимента Я надеюсь, что я не пострадаю Подросток решил проверить опытным путем Правда ли, что смесь раскаленного масла и ледяной воды вспыхивает словно бензин? Главное, чтобы мама не узнала Три! Три! Что мне теперь, мамочка? Мама! Голова полна идей и у этого незадачливого вояки Он отправился на полгода в дисциплинарный батальон За то, что разогревая завтрак, сжег бронетранспортер с полным боекомплектом Вот как это было Как он загорелся, б***ь! Как он загорелся, б***ь! Это знойная красотка пыталась показать, как нужно исполнять зажигательный танец Тверк А продемонстрировала совсем другое Телеведущая из Италии тоже собиралась лишь озвучить следующую новость Она забыла, что сидит за прозрачным столом Руководство порекомендовало ей впредь вести программу в брючном костюме Прямой эфир – зона повышенной ответственности Перед началом программы ведущая повторяет свой текст И вдруг гример замечает нитку на лямке платья ведущей Работа корреспондента требует предельной концентрации Эта девушка, проговаривая текст на камеру, совсем не смотрит под ноги Тянет к большим водным артериям, а кто-то довольствует А эта журналистка так хотела, чтобы ее беседа с гостем выглядела непринужденно Что напрочь забыла об осторожности Неприятности в кадре могут случиться в любую минуту Диктор русскоязычного канадского телеканала прославилась на весь интернет Своими неудачными попытками зачитать новость об обнаружении местными полицейскими плантации конопли По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят Новость настолько развеселила ведущую, что она никак не может сосредоточиться Полиция Канады обнаружила плантацию Вдох-выдох, еще одна попытка Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 человек С каждым разом ведущей удается прочитать на несколько слов больше Но ее снова и снова разбирает безудержный смех Полиция Канады обнаружила плантацию марихуаны, охраняемую 13 черными медведями, сообщает The Canadian Press Следующая попытка тоже не приносит успеха Прикольная информация, а пропустить нельзя? И в конце концов режиссер принимает решение читать текст по частям Помимо медведей на территории фермы, где росли более 2300 кустов конопли Также находились большой пес, вьетнамская веслобрюкая свинья и енот По словам полицейских, когда они обнаружили плантацию, то увидели, что рядом с грядками марихуаны сидят медведи После успеха в сети веселой ведущей посыпались предложения о работе и приглашении в телешоу Она стала настоящей знаменитостью Эксперты считают, позитивное отношение к собственным промахам на самом деле притягивает удачу Удачливость рождается не из теории, а из практики В первую очередь это позитивный настрой Человек верит в себя, верит, что все будет хорошо При этом он слушает собственную интуицию Он умеет правильно интерпретировать сигналы, которые ему интуиция посылает Но далеко не всегда все заканчивается так гладко Вот кадры телевизионной программы о проблемах инвалидов Ведущий задает вопрос человеку с поврежденными голосовыми связками Гости начинают отвечать Услышав странный голос, ведущий не может сдержать смех Приглашенные в недоумении Следующий вопрос И ведущий просто теряет над собой контроль Микрофон в студии передают гостю передачи У человека встроен голосовой протез-синтезатор Его голос звучит необычно И ведущий впадает от этого в настоящую истерику Несколько минут позора в эфире И конец всей карьере Хорошо, если карма настигает сразу Потому что гораздо хуже, когда наказание приходится на тех, кого ты любишь На детей, на родителей, на жену, на мужа И это гораздо хуже Потому что они не согрешили Но они несут всю полноту наказания, потому что они тебе родные И ты совершаешь еще двойной грех Ты согрешил сам И ты ухудшил жизнь близких людей Продюсера Харви Вайнштейна еще недавно называли одним из самых могущественных людей Голливуда Основатель компании Миромакс Создатель десятков блокбастеров Убить Билла, Рэмбо-4, Властелина колец и множество других В одночасье потерял все Судебные иски о сексуальных домогательствах и изнасилованиях Загнали Харви в глубокую депрессию Он буквально на грани самоубийства и просит о помощи У вас все в порядке? Нет, я не в порядке Но я пытаюсь Мне нужна помощь Мы все ошибаемся и заслуживаем второго шанса Его привыкли видеть таким Уверенным в себе, улыбающимся В окружении голливудских звезд первой величины Но сегодня всесильного продюсера не узнать Мятая футболка, растерянный взгляд, понурый вид Бывшему серому кардиналу Голливуда грозит срок вплоть до пожизненного До суда Харви Вайнштейн отпущен под залог Но каким бы ни был приговор, жизнь и карьера продюсера разрушены Харви уволили из собственной компании От него ушла жена Джоджина Чапман, с которой Вайнштейн прожил 13 лет Продюсера осудили почти все, с кем он когда-либо работал Джордж Клуни, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип и многие другие А вот так его встретили в одном из голливудских ресторанов Пошел вон отсюда, кусок дерьма Взгляните еще раз, Харви просто ошеломлен А ведь еще недавно властный продюсер был тут желанным гостем Которого встречали у входа и предлагали лучший столик Жизнь это процесс полосатый, черно-белый И представить себе человека, которому всегда везет Да еще и без особых усилий с его стороны Ну представить себе трудно То есть в какой-то момент удачи могут человеку изменить Допустим, человек может действовать правильно И он выигрывает Но если он совершает какие-то ошибки Такие глубинные То это может повлиять на его удачу И она может уменьшиться И обернуться каким-то глобальным поражением Американский конгрессмен, демократ Энтони Вайнер Тоже умудрился на ровном месте сломать карьеру Испортить жизнь себе и своим близким Он возомнил себя неприкасаемым И не таясь рассылал вот эти фото в стиле мю Несколько лет назад его поймали на том, что будучи женатым человеком Семьянином, он знакомился с женщинами в соцсетях Раз за разом отправляя им непристойности Сегодня я подписываю прошение об отставке из Конгресса Казалось бы, позорное изгнание из Конгресса Хороший повод остановиться Но нет, спустя пару лет, в 2016-м, политика уличили в интимной переписке с девочкой-подростком Она стоила американскому конгрессмену свободы Винера приговорили к 21 месяцу тюрьмы и крупному штрафу Супруга демократа, которая с трудом простила предыдущие виртуальные похождения, подала на развод Что заставляет высокопоставленных политиков, тех, что годами строят карьеру и создают себе благочестивый имидж, совершать столь безрассудные поступки? Есть один принцип, принцип, и он же закон Чем больше ты достиг, тем больше ты несешь ответственность И чем больше тебе дается, тем больше с тебя спрашивается Поэтому очень важно контролировать свои шаги и не нарушать этот закон Все же хранить и уважать то, что тебе дали, дало тебе мироздание Бывшему пресс-секретарю Госдепартамента США Джен Псаки мироздание, похоже, послало слишком ответственную должность Едва ли не на каждом брифинге она делала заявления, от которых волосы дыбом Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию Вот как официальное лицо Госдепа прокомментировало результаты референдума в Донбассе Мы не признаем результаты нелегитимного референдума в Донецке и Луганске Приходят сообщения о каруселях, голосовании детей, голосовании за отсутствующих А что такое карусели? Дело в том, что я не знакома с этим термином и просто прочла, что мне написали Я думаю, что это просто... Но я надеюсь, что это не те дети, которые сидят на лошадках и катаются по кругу Я не думаю, что именно это имеется в виду Все, что умела Псаки, это переворачивать факты с ног на голову, демонстрируя свою полную некомпетентность За что и поплатилась карьерой Ее место занял бравый военный адмирал Джон Керби Но и он проявил себя весьма странным образом Что вы имели в виду, когда сказали, что российская армия на пороге НАТО? Почему? Разве не логично посмотреть на это и сказать, что причина, по которой Россия находится на пороге НАТО Заключается в том, что НАТО расширяется, а не Россия Но я думаю, этот президент Путин так видит ситуацию Но мы-то точно видим по-другому Вы не думаете, что НАТО расширяется на восток, ближе к России? Слушайте, я не буду притворяться, что разбираюсь в хитросплетениях разума Путина Я, знаете, едва ли сдал историю в университете Флориды Политика – дело тонкое Тут легко вляпаться в неприятности Один неловкий момент, и над тобой смеется весь мир Это Бразилия Выпуск новостей начинается с репортажа из рубрики «Без комментариев» Зубной протез, вылетевший изо рта сенатора посреди пламенной речи Этот случай избиратели забудут еще не скоро Похожая неудача постигла и другого политика Он слишком громко кричал и потерял вставную челюсть Слово не воробей Бывший российский омбудсмен Павел Астахов Задал детям, выжившим при крушении лодки на Сямозере в Карелии Нетактичный вопрос И был уволен Ну что, как вы поплавали? Так у вас сам уже жив В той трагедии погибли 14 детей Кому, как ни политикам, надо особенно тщательно следить за своим языком Украина Президент Петр Порошенко награждает участников спортивных соревнований Среди военнослужащих На сцену поднимаются бойцы батальона Азов Порошенко протягивает руку одному из них Но тот демонстративно отказывается от рукопожатия Президент идет на вторую попытку Но его рука снова зависает в воздухе Неловкий момент снимают многочисленные камеры Вот и еще один выход Порошенко к народу оканчивается неудачей Я вам руку не пожму, потому что вы предатель А это совсем уж нелепый случай Президент Украины собирается поздороваться с бойцом, у которого нет руки Заметив это, Порошенко расплывается в неуместной улыбке Но как опытный политик, публичный человек мог так глупо себя повести, да еще и на камеру? Когда человек занимает какую-то должность, за ним в любом случае всегда пристальное внимание То есть что он пишет в социальных сетях, что он говорит, как он отвечает Все это сразу достоянием общественности становится Смотрите далее Самое слабое звено Как выйти из порочного круга сплошных неудач У тебя все нормально будет, еще чуть-чуть осталось Было, стало Зачем знаменитости делают все, чтобы превратить себя в посмешище? Берегись! Не везучие Самые главные неудачники И кого из них считают безусловным лидером? Это как лавина Неудача притягивает другую неудачу Польская домохозяйка, 127 раз взглянувшая в лицо смерти И американка, чей дом 5 раз сносил ураган Как нужно жить, чтобы попасть в мировой топ неудачников? Они попадают в передряги на ровном месте Какая сила мешает им жить, как все люди? К чему приводит человеческая глупость? И шутки за гранью добра и зла? Смотрите прямо сейчас Съемки видеорегистратора на ночной дороге Водитель машины подрезает микроавтобус И выходит из салона Пока он что-то возмущенно объясняет обидчику Случается невероятное Вы только взгляните, кто появляется Белочка, Лунтик, Губка Боб И даже Микки Маус Выходят, чтобы разобраться с дебоширом Мощный хук в челюсть от Белочки Несколько пинков от Лунтика И вот водитель уже лежит на асфальте Губка Боб и Микки Маус добивают неприятеля Придерживая спадающие костюмы После чего мультяшные герои Дружно запрыгивают обратно в микроавтобус И уезжают Сказка, ложь, да в ней намек На дороге лучше не ссориться Ни в коем случае не провоцируйте конфликт И старайтесь избежать его Завуалированный конфликт, который возникает В процессе начала вашего общения с оппонентом Можно избежать, если вы эту ситуацию Спустите на тормоза Останетесь безучастным К оскорблениям и вызовам, которые второй участник конфликта Пытается спровоцировать вас на определенные действия А это легендарный модельер Джон Гальяна Креативный директор модного дома Кристиан Диор Явно перебрал в ресторане Его карьера летит в тартарары После откровенно нацистских заявлений Сделанных в пьяном бреду Я люблю Гитлера Ваши матери, ваши предки Умерли бы в газовых камерах Люди вроде вас сейчас были бы уже мертвы Эта выходка могла бы сойти ему с рук Но кадры попали в прессу И Гальяна пришлось бесконечно оправдываться За свою антисемитскую речь Я даже этого не помню Вы не помните своих слов? Нет Модельера арестовали Судили, приговорили к крупному штрафу Уволили из модного дома Его имя еще долго не сходило со страниц прессы Многие друзья и коллеги перестали с ним общаться А президент Франции даже лишил ордена почетного легиона Неудача притягивает другую неудачу Когда человек сосредоточен на какой-то беде Он уже не может дать отпор следующей беде Которая вот рядом может случиться Миллионные гонорары и толпы поклонниц В 80-е годы Микки Рурк Один из самых ярких секс-символов Голливуда Он шел к успеху долгие годы Путь вниз был гораздо короче В 90-е красавчик Рурк обратился к пластическим хирургам Чтобы исправить сломанные во время боксерских поединков Нос и скулу Первая же операция оказалась неудачной Затем была вторая, третья Счет им потерял даже сам Рурк Вместе с внешностью угасал и интерес продюсеров к актеру У него было все Сегодня нет ни славы, ни денег, ни поклонниц А лицо Микки больше напоминает резиновую маску Ты знаешь, внешность не главное мое преимущество Чувство юмора Лучшее средство обратить любую неприятность в шутку Но не всегда это происходит удачно Любители уличных розыгрышей пранкеры Решили посмешить хозяина Ламборгини Бросив на капот его машины муляж экскрементов Смотри совсем как настоящее Хозяин заметил суету возле своего авто И поспешил разобраться Он явно не в духе и шутить не намерен Это что такое? Зачем ты это сделал? Ты думаешь это смешно? Недолго думая, владелец элитного спорткара Достал электрошокер и направил его на обидчиков Стой, стой, что ты делаешь? В любой шутке есть только доля шутки Совсем не до смеха было тем, кто оказался в доме с маньяком Шутники разыграли целый спектакль Преступник с огромным ножом угрожает всех убить Рядом кортится от боли родственник хозяина С перерубленным, окровавленным телом Жертва розыгрыша до того напугана, что набрасывается на маньяка с кулаками А потом выпрыгивает в окно со второго этажа Результат смешного эксперимента Сломанная нога и госпитализация Финал неудачных розыгрышей почти всегда одинаков Что произойдет, если попросить незнакомца поцеловать пятую точку пранкера прямо на улице? Поцелуй меня в задницу! Реакция ожидаемая А если задавать неуместные вопросы, всем кому не лень Этот розыгрыш закончился не просто неудачей, а настоящей трагедией Парень в костюме клоуна с топором вышел на ночную дорогу и преградил путь машине Водитель долго не думал, он тут же расстрелял шутника А с этой пятеркой потерпевших шутила сама жизнь Кто они? Те, кто официально признан самыми главными невезучими в мире Чем эти люди прогневали судьбу, что притягивали к себе неудачу как магнит? Тутому Ямагути 6 августа 1945 года Японский инженер гостил у друзей в Хиросиме Во время атомной бомбардировки он получил серьезные ожоги и контузию Ночь Ямагути провел в бомбоубежище А на следующий день его эвакуировали в Нагасаки Где он снова попал под ядерный удар Ямагути выжил и в этой атаке Оглох на одно ухо Больше 12 лет носил бинты из-за незаживающих ожогов И доказал всему миру Если неприятности должны случиться, их не избежать На четвертом месте британец Джон Лайн по кличке Бедствие С самого рождения его жизнь шла наперекосяк Он родился недоношенным, серьезным заболеванием легких В двухлетнем возрасте чуть не погиб, выпив щелочную жидкость для ванны В 6 лет лишился 8 зубов Кто-то выстрелил в него из рогатки В 16 сломал руку, упав с дерева Машина скорой помощи, которая везла его в больницу, сама попала в аварию В результате чего Джон получил травму второй руки Несколько автокатастроф, падение в шахту и со скалы За неполных 60 лет он пережил 16 крупных аварий Удивительно, но сам Джон Лайн считает себя везунчиком Ведь несмотря на все перипетии судьбы, он все еще жив Третье место по праву принадлежит американке Мелани Мартинес из Луизианы Начиная с 1965 года, ее дом пять раз разрушали ураганы Каждый раз скромная женщина, работающая водителем школьного автобуса Лишалась не просто жилища, а всего, что нажито непосильным трудом Последний раз это случилось в 2012 году во время урагана Исаак Мелани уговаривали переехать в более безопасные места Но она категорически отказывается уезжать оттуда, где родилась и выросла Чему быть, того не миновать Этого человека зовут Искрящийся Рейнджер Такое прозвище сотрудник национального парка в штате Вирджиния Рой Салливан Получил, когда в него уже седьмой раз попала молния Это невероятно, но факт Случай Салливана даже документально засвидетельствован Первый раз это случилось в 1942 году Последний в 1977 Каждый раз он получал ожоги, терял сознание и слух Но оставался жив Рой Салливан покинул этот мир в 1983 году Причем вовсе не от стихии Он застрелился из-за неразделенной любви А первое место достается вечной неудачнице Жительнице Польши Барбаре Роля В трехлетнем возрасте Барбара чудом выжила После падения из окна пятого этажа Ее спасло только чудо и картонные коробки На которые она приземлилась С тех пор у нее со смертью свой счет Четыре авиа, две железнодорожные катастрофы, семь автомобильных аварий, двенадцать падений с высоты, бандитское нападение, взрыв газа, тонущий катер В ее жизни было все 127 смертельно опасных случаев Невезучая пани Роля Известна на весь мир И даже занесена в книгу рекордов Гиннеса Получается даже самые матерые неудачники Вполне могут рассчитывать на снисхождение судьбы Главное верить в лучшее Есть такие люди, которые считают, что у них все плохо И тем самым, кстати, они заражают других людей Которые находятся около них Что важно? Порой, когда ты даже идешь по улице, очень важно заставлять себя правильно думать Вот люди спрашивают, как изменить что-то в голове? Заставлять Вот на самом деле самое эффективное – это заставлять себя думать по-другому Неудача одних нередко оказывается отличным шансом для других Инкассаторский грузовик рассыпал по трассе более 600 тысяч долларов в американском штате Индиана Несколько мешков с 20-ти долларовыми купюрами растаскивали все, кому не лень Местные жители, проезжавшие мимо автомобилисты Они бросали машины и собирали деньги по всей дороге Редкое везение Эксперты уверяют – неудачники – слабое, но очень важное звено любого коллектива Они что-то вроде громоотвода, который принимает на себя все неприятности В том числе и чужие Есть известная телепередача «Слабое звено», которая показывает, что вначале убираются слабые звени А потом очень быстро начинают убираться самые сильные звени Именно поэтому в сфере госуправления считается обязательным поддерживать присутствие в коллективе Вот такого хронического неудачника, хронического виноватого Главное – обеспечить, чтобы от него дачи не сгорали, офисы не сгорали И конечный месячный и годовой план не страдал Потому что если ты уберешь такого человека, который нужен в любом коллективе То вместо него кто-то из рабочих лошадок станет таким крайним носителем неудачи Сделать предложение у водопада Что может быть романтичнее? Во время прогулки молодой человек вдруг опускается на колено И достает шкатулку с обручальным кольцом Все прекрасно! Идиллию испортила сама невеста, уронив кольцо в воду Случайность или знак? Может, жениху стоит задуматься, с кем он собрался связать свою жизнь? Хронические неудачники, которые являются частью нашей жизни, наших семей Вот на примере семьи легче понятно Мы же в семье не говорим, что вот этот неудачник, он теперь не член семьи Мы говорим, он неудачник, у него всегда не получается Поэтому мы должны чаще ему помогать, чаще ему жалеть И все нормально, семья живет Вот это человеческое родовое семейное отношение к неудачникам, оно единственное правильное Там, где можно помочь, чтобы он стал разумнее, осторожнее Не переходил улицу на красный свет, не забывал ключи и кошельки в общественных местах Вот, но в целом понимать, что да, он вот такой по жизни неудачник Любить его, а когда ты любишь, все становится благополучным Формулы неудачи нет, как и универсального рецепта защититься от нее От провала не застрахован никто Но что бы ни происходило, главное сохранять человеческое достоинство И помогать тем, кто оказался в беде И тогда даже самые сложные обстоятельства будут нам не страшны Субтитры создавал DimaTorzok